Сочи был самой мощной госпитальной базой. Первые раненые воины прибыли в начале августа 41-го года. На курорте во всех здравницах Сочи было развернуто 20 тысяч коек. Спасено 500 тысяч воинов, которые после выздоровления вновь возвращались на фронт. Люди тогда работали. Работа шла каждый день фактически. Даже тогда, когда не было света, зажигались керосиновые лампы. И хирурги, которые работали в Сочи, они были привезены сюда с территории всей страны. Наши сочинские хирурги, наши медсестры, наши врачи и те люди, которые приезжали к нам со всей страны. За медицинский подвиг Сочи удостоился высокой награды Ордена Отечественной войны первой степени. Напоминает об этом Стелла у главпочтамта. Ее авторы Владимир Олейник и Юрий Марченко. Сегодня Стелла, как и многие другие памятники и обелиски, находятся на реставрации, которая продлится до 27 апреля. Занимаются этой работой в городе специалисты автоспецстроя, которые имеют для этого все необходимое спецснаряжение. Страховка, прицепляемся в доски, в лазни. Если падает, то у нас страховка. Пешеходы, проходя мимо, конечно же, обращают внимание на ремонтные работы. Галина Шубина из Ижевска даже остановилась на несколько минут, чтобы узнать историю Стеллы и поделиться своими впечатлениями об увиденном в городе. Любуюсь с замечательным вашим городом, просто влюбилась. Очень нравится. А чем нравится Сочи? Ну, это красота, это цветы. Это, несмотря на то, что холодно, это великолепно. Настроение чудное. Это замечательно. Надо, чтобы они побыстрее закончили это. Это великолепно, это необходимо. В Сочи во время войны от ран умерло 4,5 тысячи человек. Они похоронены на мемориале воинской славы в завокзальном районе, который сейчас находится на реставрации. В этом году на плитах будут высечены дополнительные имена. Почти полторы тысячи неизвестных прежде воинов – это результат кропотливой работы сотрудников музея истории и поисковиков. А чтобы сочинцы успели отдать дань уважения ныне живущим ветеранам, фото героев появляются на рекламных баннерах. Они установлены вдоль улиц во всех районах курорта.